9 лет колонии запросил прокурор для правозащитника Михаила Кригера. Его преследуют по статье об оправдании терроризма из-за постов в Фейсбуке. Быть правозащитником в России – подсудное дело. ОВД-Инфо, независимый медиапроект, опубликовал доклад, в котором описал сложности работы правозащитников в России. Их признают нежелательными и иностранными агентами, обвиняют в терроризме и экстремизме. Марию Бонцлер, юриста ОВД-Инфо в Калининграде, привлекли к уголовной ответственности за работу в суде. Защищая антивоенных демонстрантов, она дважды произнесла слово «война». Ее штрафовали за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Из обращения ОВД-Инфо к спецдокладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов. По меньшей мере, 10 российских адвокатов и правозащитников находятся в уголовном розыске за свою антивоенную позицию. В марте 2023 года Генпрокуратура Российской Федерации внесла правозащитную организацию «Крымсос» в реестр нежелательных организаций. Ее посчитали угрозой конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Суд ликвидировал старейшую российскую правозащитную организацию – Московскую Хельсинскую группу. Закрыли ИСАВУ – организацию, которая отслеживает и анализирует националистическую и ксенофобскую деятельность. В прошлом году в России закрыли не менее шести правозащитных организаций, сообщает ОВД-Инфо. Суд упразднил и правозащитный центр «Мемориал», который десятилетиями занимался реабилитацией жертв советских репрессий и разоблачением преступлений НКВД и КГБ. Организация продолжает работать и даже получила Нобелевскую премию. Но в России активистов «Мемориала» до сих пор преследуют. В случае «Мемориала» это же понятно, что идет последовательное и систематическое преследование организаций активистов, бывших организаций по всей России. Недавно у нас были обыски и допросы в Перми, обыски и допросы в Екатеринбурге. 21 марта по 9 адресам в Москве проходили обыски, причем залезали, как полагается, в банки с мукой, там что-то искали, унитазный бачок, в розилку. Искали признаки реабилитации нацизма. В России гонениям подвергаются и обычные граждане. На жительницу Иркутска Камелию Слиш завели дело о военных фейках. В декабре прошлого года силовики обыскали ее квартиру и изъяли технику. На допросе женщину и ее мужа спрашивали об их друге из Украины, а также показывали им скриншоты постов и репостов в соцсетях за март-апрель 2022 года, сообщает ОВД-Инфо. Тем жестче будут закручиваться гайки, тем больше этот режим будет отрываться на собственных граждан. Последнее время российские чиновники стали все чаще говорить о необходимости возвращения смертной казни. По этому вопросу высказался и председатель Следственного комитета Федерации Александр Бастрыкин. Он лишь призвал, цитирую, подходить к вопросу смертной казни очень и очень взвешено.